МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите наше время. С вами Юлия Гафарова. Добрый вечер. И вот некоторые темы, о которых расскажем сегодня. Ночной пожар в поселке Пригородный. Пострадали 4 человека, в том числе двое детей. С отравлением угарным газом все попали в реанимацию. В поселке Первомайский 39 семей выселяют из общежития. А все из-за жалобы, которую жильцы написали президенту. Почему чиновники решили избавиться от проблемы, а не решать ее? И куда теперь идти людям? Строители будут исправлять свои ошибки. К ветерану войны, о которой мы рассказывали накануне, приехал глава Оренбурга. Прямо на месте разбирались, почему рабочие не доделали крышу и кто теперь будет возмещать ущерб за затопленную квартиру. И драка школьников в Орске закончилась больничной койкой. У шестиклассника перелом руки – это последствия спортивного приема, примененного мальчиком-зюдоистом, что не поделили дети. В крупном пожаре в поселке Пригородный во сне едва не погибла целая семья. Все случилось сегодня в первом часу ночи в жилом комплексе Крона. По предварительной версии спасателей, ЧП случилось из-за короткого замыкания. Огонь тушили почти полсотни пожарных и около 20 машин спецтехники. В результате семью, а это двое малолетних детей, их бабушку и отца, удалось спасти, но все они попали в реанимацию. О ночном пожаре Ольга Патрушева. Эти фото сделаны очевидцами. С начала пожара прошло примерно полчаса. Огня уже не видно, но спасатели не уезжают. Окончательно потушить все удалось только в шестом часу утра. Ухлажняло тушение пожара. Во-первых, это порывистый шквальный ветер. Пожар гулял, можно сказать, по кровле, заходил под профлисты и по утеплителю гулял. Соответственно, приходилось скрывать полностью кровлю в жилом здании и проливать. Соответственно, вот этот утеплитель. В результате выгорело 200 квадратных метров. Задета и соседняя квартира. Предварительная причина – короткое замыкание. Очаг возгорания также, пока предположительно, находился между первым и вторым этажом. Что это – теплый пол или просто электропроводка? Спасатели утверждать не берутся. Но к моменту приезда пожарных в доме уже никого не было. Только благодаря соседям, рассказывают очевидцы, здесь никто не погиб. Молодцы соседи, потому что никто не побоялся ни огня, ничего. То есть залезли в дом, разбудили, вытащили. Честно говоря, не знаю все, с чего началось, потому что пытались там все спрашивать, с чего началось. Но в связи с этим небольшим стрессом и хаосом никто не мог сказать из-за чего. Но то, что взаимовыручка, вот это радует. Но пострадавшие успели надышаться угарным газом, особенно глава семьи. Врачи рассказывают, мужчина к ним поступил в сознание, но говорить не мог. Глосовые связки осипли от угарного газа. Общался с медиками только письменно, до сих пор в реанимации. По всем признакам тяжелое поражение органов дыхания. Врачи отмечают, тело пострадавшего сплошь было черным от копоти. Ожогов у него нет. У него именно комбинированные повреждения органов дыхания. То есть термоингаляционная травма с поражением верхних дыхательных путей. И плюс отравление продуктами горения. Прогнозы вы какие-нибудь? Прогнозов мы давать никаких не будем. Прогнозы. Все делается для того, чтобы он вылечился. В больнице до сих пор находятся и дети. Шестилетнего ребенка скорая отвезла в детскую областную, девятилетнего – в шестую городскую. Вначале они оба попали в реанимацию, но теперь их жизни ничего не угрожает, и их перевели в обычные палаты. Впрочем, врачи их готовы и выписать на днях. Но куда? Отец и бабушка до сих пор сами в больнице, а мама и вовсе в отъезде. Ее нет в городе. Ольга Патрушева, Станислав Доминов. Наше время. Очевидно, что трагедии удалось избежать благодаря соседям, которые кинулись спасать жильцов сгоревшего таунхауса. Пока неизвестно, кто именно не побоялся рискнуть своей жизнью. Возможно, что в МЧС в ближайшее время примут решение найти героев и наградить. 39 семей в поселке Первомайский Оренбургского района могут оказаться на улице. Людей выселяют из общежития из-за жалобы, которую они написали президенту. В претензии, адресованной Владимиру Путину, речь идет о текущей канализации. Местные чиновники, узнав о письме с жалобой, постановили выселить все 39 семей с детьми из общежития на улицу. Ситуацию разбирался Миряки Ульманов. Здесь мы с детьми и живем. 16-метровая комната для Марины – это и спальня, и зал, и кухня, в которой она кормит двоих сыновей. На днях исполнилось три года, как семья поселилась в общежитии. Женщина говорит, страшно вспоминать, в каком состоянии было их жилье. Были все стены разукромлены, проводки не было, окна здесь не закрывались, двери тоже не закрывались. Общежитие на улице Строителей в Первомайском построили в начале 80-х годов прошлого столетия. По словам жителей поселка, изначально четырехэтажка была гостиницей, в которой останавливались военные. А после перестройки строение опустело. В 2012-м заброшенное здание местной власти забрали у Министерства обороны и первые два этажа сдали в аренду тем, кто нуждался в крыше над головой. Правда, жить в полуразрушенной постройке было невозможно, потому постояльцы за свой счет приводили в порядок и комнаты, и коридоры с душем. Мы все сами и красили, и обои клеили. Ну все, все за свой счет. Нам никто ничего не помогал. Сами поднимали вот стены, вот это выводили. Я сама клала вот этот сайдинг, делала. Вот это все своими руками. Ветхое здание постоянно дает знать о своих болячках. То крыша протекает, то канализацию прорвет. После безрезультатных жалоб сельским и районным чиновникам, люди, от отчаяния возьми, да и напиши о своих коммунальных бедствиях на сайт президента России. Вот только жители никак не ожидали, что местные власти в ответ не начнут срочно ремонтировать здание, а потребуют покинуть общежитие. Собрали собрание жителей, и жителям сообщили, что здание решением Совета депутатов передано обратно в Министерство обороны, что с эксплуатации оно снято, и, соответственно, что нас просто-напросто просят освободить до 1 ноября. Таким образом, нам сейчас местные власти мстят. Конечно, люди не кинулись собирать чемоданы. По всей видимости, понимают это и первомайские чиновники. Потому люди предполагают, что их будут попросту выживать. Горячую воду на прошлой неделе нам отключили. Обещают, что отключат холодную воду. Комендант общежития не поддерживает людей. Она настаивает, решить проблемы можно было и без жалобы Путину. А теперь жителям придется искать новую крышу над головой. Головная боль, потому что начинается давление сверху. Начнутся сейчас штрафные санкции, извините. Предписаний никаких по этому поводу нет. И никто, естественно, есть решение Совета депутатов. Оно должно быть опубликовано на днях. Но вот будем, конечно, наверное, все-таки от этого исходить. В Первомайском нет свободного жилья. И куда пойдут 80 человек, никто не знает. На улицу? Куда мы еще пойдем? На поле. Нам идти некуда. И я здесь не одна такая. Здесь через одного чуть ли не все такие. Вереги Ульманов, Станислав Доминов. Наше время. Жители общежития, так или иначе придется выселить. Сегодня нам сообщили в администрации Первомайского сельсовета. На то, чтобы люди нашли новую крышу над главой, местные чиновники дают ровно месяц. Их поселили временно. И же не на всю жизнь поселили сюда. Есть у них где-то дома, которые находятся в собственности. Есть вот люди, которые, правда, нуждаются. И у нас пять человек таких. Мы их сейчас попробуем расселить по коммунальным квартирам. Пенсионерам предложили. В интернат их можно расселить. Если они одинокие, нет детей, что некуда пойти. Поводом для возвращения четырехэтажного здания Министерства обороны действительно стала жалоба людей президента России. После нее на общежитие обрушилась масса проверок. Кроме этого, глава сельсовета говорит, что люди задолжали за проживание около 800 тысяч рублей. Ремонт в квартире ветерана Марии Хашиной будет делать подрядная организация за свой счет. Напомню, вчера в нашем эфире вышел сюжет о том, что квартиру пожилой женщины затопило. Всему виной дырявая крыша, которую не золотали строители. В начале осени жителям 66-го дома по улице Маврицкого сообщили, что в их трехэтажке в скором времени сделают капитальный ремонт. Работы должны были завершить в октябре. Однако строители разобрали крышу и пропали. В итоге вчера выпавший снег начал таять, и вода в буквальном смысле полилась людям на головы. Не видела, что течет, а я голову подняла. Боже! Сегодня после выхода в эфир нашего материала в гости к ветерану пришли глава Оренбурга Евгения Арапова и начальник управления ЖКХ Татьяна Малышева. Чиновники посмотрели на последствия потопа, поговорили с пожилой оренбурженкой и пообещали, что ремонт в ее квартире подрядчик сделает за свой счет. Подрядчик Энергостроегрупп выполнял ремонтные работы кровли, раскрыл данную кровлю в нескольких местах, произвел дополнительные работы по закрытию целлофана, но данных мер недостаточно было для того, чтобы избежать протечки и проведения правильных работ. То есть налицо нарушение производства работы, что повлекло нанесение ущерба жильцам данного дома. Также подрядчика штрафуют за то, что он не сделал капитальный ремонт в срок. Если руководитель компании не приступит к работам в ближайшее время, то с ним будет расторгнут договор. Что не поделили дети и куда смотрели взрослые? Накануне в Орской школе номер 15 жестоко подрались два ученика. Одного из них увезли на скорой. Известно, что у пострадавшего шестиклассника сложнейший вывих и перелом левой руки. Он уже перенес операцию. Теперь несколько недель ему предстоит провести на растяжке. Во дворе одной из школ города Орска произошла конфликтная ситуация между двумя несовершеннолетними. В результате которой один из подростков применил прием борьбы и перекинул через плечо другого. Несовершеннолетний упал на землю и почувствовал боль. Проходившие мимо женщины вызвали скорую медицинскую помощь. Доставленному в больницу подростку был поставлен диагноз. Закрытый перелом левой плечевой кости со смещением. По словам очевидцев потасовки, дзюдоист, уложивший оппонента на лопатки, сам испугался такого исхода поединка и побежал за мамой. Та, подоспев, не стала помогать потерпевшему и даже не вызвала скорую. Помощь ребенку оказались совершенно посторонние люди. Впрочем, у мамы мальчика, который наносил удары, своя версия. Он накинулся сверху на моего сына, хотел его повалить. Ему ничего не оставалось делать, как тот же самый прием, просто, чтобы не сам упал он, а чтобы уронить, получается, того, кто на него напал. Ну и вот этот мальчишка выставил руку при падении. Получается, вот он рукой воткнулся в землю. Конечно, если бы он просто сел или даже на спину упал, не было бы такого. Истинные причины драки предстоит установить полицейским. Кроме того, материал будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних. Министерство физической культуры, спорта и туризма области временно возглавил Геннадий Лискун. Указом губернатора к своим новым обязанностям он приступил сегодня, 1 ноября. До этого дня Геннадий Лискун занимал должность начальника управления организационной работы спорта и туризма региона. Напомним, временно отстраненный министр спорта Олег Пивунов в Ленинском суде Оренбурга заключен на два месяца под домашний арест. Его обвинили в ряде финансовых преступлений. Уголовное дело по четырем эпизодам расследует региональный следственный комитет. Некоторые сотрудники горнолыжной базы «Долина» в Кувандеке будут уволены. Такая новость появилась на информационных сайтах. Журналисты «Урал-56» отмечают, что уведомление об увольнении получили 31 человек. В службе занятости населения Кувандека информацию о сокращении подтвердили. Помимо этого стало известно, что в «Долине» складывается сложная ситуация с заработной платой. Что ждет популярную в Оренбурге горнолыжку? Комментировать ситуацию в телефонном разговоре с нами директор базы Денис Просковский отказался, коротко лишь сообщив, что этой зимой сезон будет открыт. Информацию о сокращении сотрудников Денис Просковский также подтвердил, однако причины сложившейся ситуации не назвал. Жители улицы 10-й квартал переживают, что останутся без обещанной электроэнергии. Две недели назад мы рассказывали о том, что световые опоры, установленные возле их домов почти 90 лет назад, ненадежные и вот-вот рухнут. Сразу после выхода материала энергетики пообещали столбы заменить. Правда, по словам жителей, новые опоры оказались не лучше старых. Иван Бер разбирался в проблеме. Смотрю, здесь провод лежит, кусок, а вторая часть, которая под напряжением, упала на машину и на забор, и прямо искрит, и все. С такой историей почти полмесяца назад нашу съемочную группу встретили жители улицы 10-й квартал. 90-летние столбы, наклонившись, дышали на ладан. Впрочем, уже на минувшей неделе жителям частного сектора привезли новые опоры. Но они, по словам частников, не отличаются особой новизной. Были заменены опоры у нас на БУ. Ну, как бы, БУ, но вроде живые. Было дано обещание, что повесят провода, как бы, и наладят электроснабжение. Погода портится, подъездные пути не, как сказать, не желают лучшего. Жители улицы 10-й квартал опасаются, что таких столбов хватит ненадолго. Ведь они рассчитывали именно на капитальную замену, как и было обещано. К тому же, по их словам, работы по замене старых проводов все еще нет. А зима, как говорится, близко. К тому же, активные снегопады и грозят засыпать узкие улочки. Зима начинается. Люди убирают снег. Просто проезжей части здесь как таковой нет. То есть, если еще один-два снегопада, сюда спецтехника никакая подъехать не сможет. Не обслужить, не повесить провода, не снять. Впрочем, энергетики обещают, повода для паники нет. Уже на следующей неделе все старые провода на данном участке улицы будут сняты, а вместо них установят новые. Так это или нет, узнаем совсем скоро. Иван Бир, Владимир Семенов. Наше время. И добавлю, что обратить внимание на свои проблемы, которые не удается самостоятельно решить, можете вы в номер редакции 310462. Судебные приставы вернули в областной бюджет полтора миллиарда рублей. Деньги взыскались в недобросовестных налогоплательщиков. Сегодня в региональном управлении подвели итоги работы за год. Одно из основных направлений, в том числе взыскание задолженностей по алиментам. Сумма здесь по-прежнему немалая и исчисляются сотнями миллионов рублей. Как борются со злостными должниками, сегодня услышал Виталий Сапоженков. Судебные приставы выходят в режим онлайн. Осваивают приложение «Мобильный розыск». Специалист сканирует автомобильные номера при помощи встроенной камеры в смартфоне или планшете. Далее информация проверяется через базу данных и выясняется, имеет ли владелец авто какие-либо задолженности. Приставы отмечают, такой способ поиска неплательщиков весьма эффективен. Используя вот это приложение «Мобильный розыск» они показали эффективность во всей России, в том числе и в Оренбургской области. Если говорить в количественном показателе, ну, наверное, за день порядка пяти-шестей автомобилей арестовываются. Таким образом, какой-то процент у нас взыскивается именно благодаря этим мерам. В свой профессиональный праздник судебным приставам есть чем похвалиться. Свои задачи они стабильно выполняют, взыскивая с неплательщиков огромные суммы, часть из которых пополняет в том числе государственную казну. Общая взысканная сумма за 9 месяцев текущего года превысила 61 миллиард 600 миллионов рублей, что на 9 миллиардов рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из общей суммы, взысканной судебными приставами и исполнителями, свыше 1 миллиарда 300 миллионов перечислено по фискальным путежам в бюджет. И, конечно, едва ли не главное, в том числе социальная обязанность приставов, борьба с неплательщиками алиментов. Согласно статистике, число тех, кто не желает помогать своим детям, уменьшилось, но по-прежнему остается внушительным. У нас произошло уменьшение, если мы будем сравнивать аналогичный период прошлого года. У нас где-то на полторы тысячи меньше исполнительных документов поступило, чем в прошлом году. Визиты к злостным алименщикам проходят регулярно. Встречают приставов, конечно, не с хлебом, с солью, но расставаться с кровными все же приходится. В этом году с нерадивых родителей взысканы 285 миллионов рублей. Это стыдно, когда дети не получают положенные средства, когда работники не получают заработанную плату, заработанную плату. И здесь вот в вашей оперативности и профессионализме зависят фактически человеческие судьбы. Мне приятно отметить, что эта работа у вас на сом счету. Виталий Сапожников, Дмитрий Примачек. Наше время. И сегодня в честь профессионального праздника в Оренбургском управлении судебных приставов наградили лучших сотрудников. Им вручили благодарности губернатора, почетные грамоты и ведомственные медали. И еще о награждениях. Лучший в стране студент четвертого курса Оренбургского филиала Московского юридического университета победил в конкурсе, организованном антимонопольной службой России. Владимир Елкибаев написал эссе на тему «Влияние естественных монополий на состояние конкуренции» и занял первое место. Сегодня победителя награждали в Оренбурге, что кроме призов вручили будущему юристу, увидел Юрий Мишенин. «Услышал просто про этот конкурс, я думаю, почему бы и не попробовать». По словам Владимира, написание эссе много времени не заняло. Объем небольшой, всего пять страниц. Говорит, откинул лишнее, взял все самое главное. Получилось неплохо. То, что его работу будут оценивать специалисты антимонопольной службы, нисколько не смущало. «Я об этом, честно говоря, не думал. Я просто писал, руководствовавшись федеральными законами, федеральным законом о естественных монополиях, федеральным законом о защите конкуренции. В основном эта работа была основана именно на законодательной базе». Участие во всероссийском конкурсе приняли более 400 студентов и магистрантов из четырех десятков областей Республик России. В одной из номинаций Владимир Елкибаев занял первое место. За это ему награда – главный приз. «Кроме того, что получает главный приз, диплом, он еще и включен в кадровый резерв управления. И после окончания бакалавриата мы совершенно спокойно, без каких-то конкурсных процедур, пригласим его на работу. Если он посчитает нужным поработать в нашей отрасли и позаниматься антимонопольным регулированием». На вопрос, пойдет ли работать в антимонопольную службу, Владимир пока не ответил. Говорит, нужно доучиться. Юрий Мишинин, Владимир Семенов. Наше время. Оренбургские полицейские просят поддержать свою коллегу. Сегодня стартовало онлайн-голосование за лучшего участкового России. В нем принимает участие арчанка Татьяна Ласточкина. Свою службу она начала 9 лет назад с должности инспектора по делам несовершеннолетних. Отдать за нее свой голос можно на портале информационного партнера конкурса. Ссылка есть на официальном сайте УМВД. Именно победителя назовут 17 ноября. Ты знаешь о том, что твоя работа нужна, она важна. Найдутся те люди, которые знают, что ты им поможешь. Именно вот это, что благодарность некоторых людей и помогает вставать по утрам и идти на работу. Футбольный клуб Оренбург одержал вторую победу в розыгрыше российской футбольной премьер-лиги. Накануне на стадионе в поселке Ростыши наш клуб принимал самарские крылья советов. Положение обеих команд перед матчем было незавидным. Соперники занимали предпоследнюю и последнюю строчки турнирной таблицы. А значит, борьба за очки ожидалась нешуточная. Оренбург с первых минут захватил инициативу. Хозяева прицельно били поворотом. Футболисты с берегов Волги отвечали опасными контрвыпадами. Но забить наша команда смогла только во втором тайме. На 62-й минуте отличился нападающий Артем Делькин, проворно сыгравший в штрафной крыльев. Оренбург перешел к обороне и уверенно довел матч до победы. Таким образом, после домашней виктории Оренбург набрал 10 очков и взлетел на 12-ю строчку турнирной таблицы. Впереди встреча с Краснодаром, а вот тренера крыльев Франко Веркаутерна, как стало известно, сразу после матча отправили в отставку. И напоследок информация об отключениях. Городские электрические сети сообщают, что завтра 2 ноября в Оренбурге возможно отключение электроэнергии. Адреса, где будет отсутствовать электричество, сейчас на экране. Уточнить всю информацию можно по телефону 56 83 38 либо 98 48 48. На этом все. Выпуски программы «Наше время» можно посмотреть на сайте 56nv.ru. Всем приятного вечера и хорошего настроения. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok